Мой, говорит, дед на базаре птицей торговал, да? А что потом случилось? Птица сдохла. Самое главное, да? Писать свое, писать честно и писать интересно. Вот и все. Раньше просыпаюсь, я открывал глаза, сейчас открываю Твиттер. Что Нептун совершил первый оборот вокруг Солнца с момента открытия, с 849 года. И при этом оказалось раньше, чем Алматинское метро, которое начали строить в том же году, да? Прикалываться, да, какая-то определенная ирония, да, и самоирония, и чувство юмора. Для меня это ценно, на самом деле. Я, например, как человек сам пишущий и надеясь на это мыслящий, меня, например, раздражает копипас в любом его, так сказать, отображении, да, в казнете. Каждый журналист мечтает написать роман. У меня есть, на самом деле, это не хвостоство, да, я просто объясню, насколько это не совсем просто. Но у меня есть заметка, которая состоит из четырех предложений. Я ее пишу уже полгода, вот клянусь. Я не думал, что вот я сейчас напишу книгу, я выпущу, я всех построю. Просто это все сложилось, само собой. Ну что, дамы и господа, у нас сегодня, я не знаю, Цой жив, как пишут. Как пишут на стенах. Да, Саша Цой у нас в эфире, давно знаю Сашку, хороший он человек. И давно хотели пригласить, Сань, мы тебя на программу. Спасибо. Вот, наконец-то мы тебя заполучили, ты весь из твиттера, сказали порвать нервы. Почему, я не знаю, так не любят. Сань, тебя вот так много, давай попробуем разложить на какие-то составляющие. Помнишь, как песня, из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши Сашки Цой? Да, то есть, я знаю, ты пишешь, я знаю, ты сейчас тоже ушел в интернет достаточно, да, там, я знаю, ты пишешь песни, я знаю, ты поешь песни у тебя, твоя, своя команда, я знаю. Ну, вот давай, с чего-нибудь начни, расскажи, что это, Сань. Ну, так сказать, ну, грубо говоря, заявил я себя как музыкант, и понятно, да, все с этого началось. А давно, Сань, сколько вообще? Очень давно, вот сегодня, там, одна знакомая девчонка, ну, как девчонка, она очень известная в Бишкеке, это телеведущая. Она идет покупать своим сыновьям гитару, гитары, я-то, насколько понимаю. Я говорю, ну, если бы я был в Бишкеке, я бы тебе помог, там, выбрать туда-сюда. Она говорит, ты давно играешь, я начал почитывать, сколько я играю на гитаре, я офигел, короче, я 27 лет играю на гитаре, это просто ужас. Вот, и где-то через год после того, как я начал что-то бренькать, я собрал первую группу. Это, конечно, был ужас. То есть ты сразу вот один бренькать, ты вот еще 27 лет назад уже не... Да, ну, мне всегда, вот, ты понимаешь, да, вот, ну, наверное, ты меня понимаешь, я всегда хочу глобальщины, я хочу всегда что-то такое закреативить. Ну, долгое время, конечно, и сейчас существуют какие-то удивительные комплексы в любом человеке, каким бы он ни был крутым, талантливым, там, суперадминистратором и так далее. Комплексы, в смысле, я это не смогу, я это не потяну, а в какой-то момент я сказал себе, почему, кто мне сказал, что я не могу. Кроме меня это никто не говорит. То есть мне надо делать, надо стараться, надо идти, надо пытаться и так далее. И в любой области, в которой бы я не проявлял себя, я хочу заявить о себе очень громко. Наверное, вот последние мои, так сказать, удивительные пигмейские попытки зайти в интернет, ну, как бы я всегда был в интернете, но не было вот такого плотного вала, с каким я сейчас, так сказать, захожу. И это все, наверное, из вот этого желания сделать мощно и по всем фронтам, грубо говоря. Так же было с музыкой. То есть я просто бренчал, брем-брем на расстроенной гитаре, и парень, который меня учил, этот был, ну, офигительный парень, и он и есть сейчас, Муса, который меня учил. Он мне говорил, тебе нужно писать свое. Остановились на том, что, слушай, ну, 27 лет назад это получается, какой год? 84-й. 84-й год. Это, а самому получается тебе скупиться? Мне сейчас 42. 42, блин. И ты отжигаешь, бля, молодец. Не, ну, а еще там по Москве слезам не верит, да, 40 лет жизни только начинается, или как так правильно? Да, да, да. Боже, я вот, доколь заговорили про музыку, да, доколь заговорили о создании музыкальных коллективов, вот у меня два вопроса. Первый вопрос, почему коллективы Живаги долго не живут, вот, это вот весьма интересующийся, то есть собирается хороший состав, вроде играют, все классно, продаются, в принципе, да. Потом начинается, вот непонятно, что сейчас расскажешь, да. И второй вопрос, почему, смотрите, вот на Чесноке на сегодняшний день висит, ну, блин, 60-80 живых команд, это вот прям не шутки, там вот есть кнопка 60, там их на самом деле 120, ну, я не считаю, там по два человека, там по три человека, такой комаковый вариант, да. То есть, я считаю, вот таких вот уже собранных, там, 5-6, там, 7 человек, то есть, почему не пишут свое, поют сплошные каверы? Вот два вопроса, да, то есть. Ну, давай, да, начнем с первого. Во-первых, нужно дифференцировать, что из живых команд, да, живые команды делятся на каверщиков и на тех, кто занимается исключительно своим творчеством. При всем моем глубоком уважении к людям, которые играют каверы, потому что, по сути, это супер профессионалы, да, ты в этой области разбираешься, ты понимаешь, о чем я говорю. Я их вижу плохо, конечно. Да, они, ну, это клевые ребята, они супер играют, есть просто космический уровень, как там, негры, да, проспекты и так далее, скилсы, вот. Ну, это, ну, так, извини, да, будем говорить какими-то терминами интернет-скими, это копипаст, да, это просто качественный копипаст, вот. Хорошо, не плагаю, копипаст. Хорошо кореец, говори, да. Вот, и есть люди, которые занимаются творчеством, и те люди, которые занимаются творчеством, и которые выстрелили на этом творчестве, могут зарабатывать, их единицы, их копейки, грубо говоря, да, по сути их там, ну, два-три коллектива, это даже смешно, вот. Но вот этих людей я уважаю больше в той степени, потому что я сам пишу, и я понимаю какой-то труд, какой-то, по сути, огромный путь нужно сделать, да, чтобы идти и уперто просто долбить в эту стену, заниматься исключительно своим творчеством. Есть коллективы, которые, опять-таки, да, любят и делают свою музыку, но они не столь известны, они выступают на каких-то фестах, они рады каким-то площадкам, где они могут о себе заявить, пропеть, проиграть, но не более того, да. Опять, ну, нужно понимать, что, ну, у нас так сложен рынок, у нас, сори, там, против России, где 250 миллионов, наших 15 миллионов, из которых, там, 100 тысяч слушают музыку, из них 80 тысяч российскую, да, ну, вот, если так говорить грубо. Поэтому, опять-таки, живая команда, живой рознь. Можно выучить, ну, грубо говоря, 20 мегахитов мировых, зайти в интернет, где есть абсолютно все линейки эти нотные, где можно все это скачать, списать и так далее, и просто настроить, да. И можно делать свое. Своё дело, дело неблагодарное. То есть, я по чесноку говорю, что на это надо убить, ну, минимум 10 лет, чтобы о тебе что-то узнали. Если люди к этому готовы, то вперед. Все, я на это убил. Сейчас, с появлением, сейчас вообще непонятно, мне кажется, чего происходит, потому что, а сколько таких случаев, да, что мальчик, там, взял, там, пять аккордов, да, каких-то, и такую хитовую, прикольную песенку спел, выложил, там, её на YouTube, были же такие случаи, да, и всё, и он завтра проснулся, как бы, знаменитостью. Сейчас же, вот, тоже, с другой стороны, вот, с приходом интернета, вот, тоже же так возможно. Ну, да, я знаю, что есть такая тенденция, есть определенные и уже известные персонажи, которые, в общем, смогли добиться чего-то, да, но их, на самом деле, немного. Ну, я полагаю, что да, почему, это такой же путь. Я, например, считаю, что интернет, реально, он изменил не только, так сказать, интернет, интернет-сферу, как таковую, внутреннюю, но он очень сильно влияет на внешне. Просто люди либо не понимают этого, либо не хотят понимать, либо пока закрывают на это глаза. Но, на самом деле, от этого нельзя отмахнуться. Есть, он не может не есть. Ты понимаешь, в 2005-м, когда я выпустил первую книгу, я ее не выкладывал в сеть, потому что, как таковой сети не было, какой она сейчас является, да, то есть, вот, все эти возможности и ресурсы и так далее. Врачок книга, я вот, да, если честно, ты, вот, тебе сказали порвать нервы, что ты порвал нервы, что ты порвал нервы, что, потому что, когда люди, которые написали книгу, ну, для меня это, ну, как, респект и уважуха, да, почему? Потому что, ну, а вы попробуете, то есть, расскажи, кстати. Я вот расскажу, да, вот, в 93-м году я жил в Москве, был абсолютно оторван от родины, я был один, и все, что у меня было, это комната Навыхина, которую я снимал в квартире, там, запойных алкоголиков. Это вообще, там, это была крайняя станция. Берелева, это Париж, да, пацаны. Да, да, да. Я, причем, жил на улице Алии Молдогулы, ну, это вообще, короче, это круто. Нет, ну, ты нашел, что там все-таки корни. Да. Я снимал комнату, говорю, среди запойных алкоголиков, они раз в месяц уходили в свой удивительный полет, свидетелем которого я был. Мало того, в следующую комнату они начали сдавать наркоманам из Казахстана, в который чувак просто врезался с утра до вечера, и я утром не мог открыть дверь в свою комнату, потому что там реально лежали вот эти вот обколотые, обуханные люди, да. Я так в Питере жил, в Кабуналу, это очень смешно. Да, ну, ты это понимаешь, да? Да, нет, нет, отпинул вот это вот. Да, я перешагивал через тела, ну, то есть у меня был такой удивительный. Ты вот все-таки шагаешь через мигдец. Да, 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 через трупы, да. Вот, и я тогда начал писать просто записки, я не знал, для чего они нужны, кому они нужны. Просто писал, потому что они были, да. Это надо с этим по всему. Нет, реально, да, вот у меня это был выплеск, причем он был такой абсолютно искренний, чистый. Я писал о том, что мне нравится, что мне там волнует, вот. И я их собирал с 93-го, это были просто там, это записки, афоризмы. Это такой, по сути, да, чтобы люди поняли, это был такой формат твиттера, да, ну, только бумажный. Я его писал. Вот, Зоя еще вот в каком, в 93-м году твиттера не хватало. Да, да, да. Вот, и в 2005-м году... Тогда это приходилось делать на печатной машине. Это приходилось делать вручную, я просто писал в тетрадь. Неудобно ее носить было с собой, надо еще попросить и отведут. Я говорю, у меня ничего не было, у меня была тетрадь, там был какой-то рюкзак и гитара, и все. А что ты вообще в пасху там пригодишься? Это удивительно тоже дело. Я поехал на съезд корейцев, там была такая лига, называлась Помчен-Хакарен, молодежная, алматинская, казахстанская, которая называлась Молодежная Ассоциация по Объединению Кореи. Ну, это такие абсолютно иллюзорные дела по объединению Северной и Южной Кореи. Я говорю, что Северную и Южную Корею невозможно срастить, легче срастить Марс с Юпитером, потому что шансов на это больше. Но люди этим занимаются, наверное, какие-то есть дотации и так далее. Занимались, сейчас этого нет. И мы поехали на съезд. И я там тупо остался. Причем я приехал на вокзал и говорю... Ты меня звел, по-моему, скажи честно. Что тебе просто... Билет в Москву, да. В один конец. Я поехал объединять корейцев в Москву. Причем каких? Южных и северных. Они что в Москве самообъединяются вообще. Ну, в общем, я там прожил год. Мало того, я попал там, это был 93-й год, если ты помнишь, я попал там в сентябре. Я попал на концерт Майкла Джексона, это был первый концерт в Москве, в Лужниках, 88 тысяч народу. А 3 октября начался этот удивительный путь. На бок встал, встал, наверное. Кто? Лужники, когда 88 тысяч. Нет, там лил непрерывный дождь, и на сцене было человек 10, которые постоянно прям при нем вытирали воду, потому что он должен танцевать. Ну да, там лунная дорожка. Да, лунная дорожка, и там такие вот люди сгорбленные. Знаете, об этом концерте потом сняли целый фильм о том, как он прошел. Вот, а 3 октября началась вот эта пальба на Крымском мосту. Слушай, я же видел на танке вот левее Ельцина, если хорошо мне, хорошо посмотреть. Да, узкоглазый. Там же Сой вот такой. Караски, блин. Вот, и там началась вот эта революция, да, стрельба, я ходил сам смотрел, и вообще как били из танков по Белому дому. Это, конечно, удивительно, да. Вот, все это подвигло меня на то, чтобы я начал читать там Довлатова, Лимонова, Ерофеева, там, не знаю, Харитонова, Медведева. Ну, то есть вот эта вот как бы миграционная волна литературная, она меня полностью захлестнула с головой, и это вылилось в эти записки. Слушай, надо прочитать книгу, если они там а-ля Лимонова, Довлатова, Ерофеева. Не, не а-ля, это просто я говорю, что меня подвигло, я не скажу, что там, ну, это невозможно, да, до Довлатова дотянуться. Ну, о литературе мы, я думаю, поговорим позже. Вот, и в 2005-м записок накопилось достаточно для того, чтобы с этого скомпоновать книгу на самом деле. И опять-таки, я не думал, что вот я сейчас напишу книгу, я выпущу, я всех построю. Просто это все сложилось само собой. Мало того, проект вытянул сам себя, я сделал сам из дат и думал, что это будет достаточно, там, например, 100 экземпляров. Я раздам друзьям и кайфану от этого, да. Ну, грубо говоря, самоудовлетворюсь и буду доволен. Ну, я раздал, она разбежалась. А следующую партию раздал, разбежалась. Такой же до сих пор я вот так вот пачу этой книгой. Нет, ты понимаешь, а потом, короче, на меня вышли люди и говорят, прямо это руководство банка. И говорят, нам попала эта книга, нам очень понравилась, мы хотим ее издать. Мы готовы, да, там, я, welcome, ребята, кайф, короче. Вот. И мы выпустили книгу, и она вообще разлетелась. У меня сейчас, к сожалению, нет ни одного экземпляра. И я говорю, вот эта вот книга, вот сейчас готова вторая. Я написал из 2005-го, я уже начал писать вторую. Она, это опять-таки записанные книжки, это афоризмы, да, коротенькие. Я говорю, это такой формат Твиттера. Но Твиттер подразумевает некий стёб, что ли, да, ну, скорее всего, стёб какую-то, ну, какие-то хорошие, как я так хочу это видеть, качественные приколы, да. Книга это немного другое. И вот у меня на самом деле накопилось достаточно материал для того, чтобы это выложить в Твиттер и, так сказать, там, немножко пожечь, да, будем так говорить. Но я это все сдерживаю, и на самом деле для этого прилагаю серьезные усилия, чтобы сдерживаться. Потому что пока книга не вышла, я не могу это выкладывать. Тогда я объясню, почему вообще я появился в Твиттере. Так сказать, уже упомянутый господин Ильикбаев и его хороший друг, и мой хороший друг Кайрат Нурмагамбетов мне стали говорить. Я вообще заявился и появился в СВК. И, так сказать, всего моего, как я надеюсь, многословия хватило для того, чтобы я там, ну, какие-то занял позиции. Смог писать, смеяться и так далее. Вот. Все, что, вот, например, мне нравится, например, прикалываться, да, какое-то определенное ирония, да, и самоирония, и чувство юмора, я старался в это вложить. Для меня это ценно, на самом деле. Вот. В общем, я появился в СВК, а они, как ты знаешь, являются создателями и папами, отцами, прародителями этой удивительной группы. Ну, как самая-самая большая группа Казнета. И они мне стали говорить, Твиттер, и я стал говорить, вот я сейчас бегаю с этой книгой, она мне занимает много времени и в мозгу, и в душе, и во всем. И они мне стали говорить, Саня, Твиттер это твой формат, ты увидишь. И тебе нужно зайти в Твиттер для того, чтобы ты продвинул свою книгу. Короче, опять Ильикбаев, да? Это опять Ильикбаев, да. Ну, вот это, это не возможно, но этот, блин, человек, он, ты понимаешь, он запускает всех вот. Нет, ты понимаешь, при всей вот этой ироничном к нему отношении, да, потому что это на самом деле, это фигура, это мощь, это серьезный персонаж, серьезный персонаж в Казахстане. Вот, например, вот мне Ильикбаев, вот, в Твиттере он задает, ну, согласись с этим, он задает хороший уровень, планку. Нет, я читаю, мне нравится. Это на самом деле так, то есть я вчера посмотрел... Я вообще так понял в этом Твиттере, там, кого читать-то там, ну, так по большому счету. Ну, вот, да, опять-таки, я говорю, я вчера посмотрел, как ты берешь интервью у Ильикбаева, поздно, вчера я посмотрел, как Ильикбаев берет интервью у тебя, да, то есть у меня достаточно информации для того, чтобы... Я мог бы поговорить с тобой, а... Я представляю, он отречусь и все. Как-то Ильикбаев бьет нервушек? Нет, я знаю, там ничего не будет. Вот, то есть вот он говорит о том, что наш Твиттер это сплошной копипасс. Я вот, например, как человек сам пишущий и надеясь на это мыслящий, мне, например, раздражает копипасс в любом его, так сказать, отображении, да, в казнете, в любом. При всем при том, что я сам подписан на людей, которые гонят очень качественные копипассы, это, естественно, россияне, как NextJoke, там, Moscow Russia и так далее, да. Я подписан просто потому, что я вижу, что там, это не один человек, такое ощущение, что там колбашит целая команда, которая сидит... А почему и нет? Да, сидит и просто в 24 часа в сутки отбирает, вот. Но при этом вся их удивительная твилента, которая прет, да, 24 часа, не стоит, ну я честно скажу, это мое отношение, не стоит одного своего честного твита, своего созданного. Поэтому, например, когда я вижу твиттерянина, который пишет свое, пусть и слабое, я его уважаю гораздо больше, чем вот весь этот удивительный копипасс, который... В копипассе есть и казахский же, и российский, потому что он делает свое, это очень важно. Опять-таки, ну, если мы будем проводить аналогию, это то ли петь там Pink Floyd и Deep Purple, да, и то ли петь свою, какую-нибудь загашенную или забабашенную, но при этом это своя. Понимаешь, я как творец, да, я очень уважаю этих людей. Вот, и в твиттер, когда я зашел, я начал какие-то вещи выкладывать из первой книги для того, чтобы, ну, так сказать, познакомить людей с этим. И я увидел, что это... Слушай, а где первую можно купить? Вот, к сожалению, нигде. У меня у самого нет, ты понимаешь? Вот, потому что она продалась. Ну ты хоть одну бы совпалю. Нету ее, понимаешь? Я вот... Вот недавно... А ты что-то ее в сеть не выложил? А она есть в сети. И причем она выложена недавно. Ну, в сети можно прочитать, он говорит, нету нигде. Нет, в сети она есть, но не я выкладывал, я тебе дам ссылку. Давай. Опять-таки, появился я в твиттере, и человек говорит, я читал вашу книгу, дайте мне ее. Я народу сейчас даю совет для копипастеров. Те, кто не знает, что писать в твиттере, покупаете первую книгу Цоя и поливаете. Единственное, там вот это, сцены про танк 93-го года надо поменять. На бронетранспортер 85-го. Открыл, ну да, открыл книгу и погнал. И никто не заподозрит, кроме Цоя, вас в копипастере. Нет, ну, нет, ты знаешь, я думаю, что, там сказать, меня копипастить пока еще не... Ну, то есть, я так вижу, что некоторые шутки мои берут. Но потом в какой-то момент, ты знаешь, я просто взял и повернул свои мозги в сторону вот твиттера. Я понял, что нужно шутить, да, нужно быть острым, нужно быть злободневным. Сколько в день твиттер у тебя получается? Вот сейчас мне говорят, я сам считаю, что дофига, потому что тот же Кайрат говорит... Ну, я не знаю, может быть, там, может быть, с перепиской или просто, или то, что я публикую. Не знаю, Саня. Ну, давай так, я думаю, что... Давай, давай. Ну, не меньше, не меньше 50, наверное. А, офигеть. Да. И я считаю, что там, например, тот же вот Ляхов, он мне написал, типа, запарили там, он двоих включил, Горожанкин и Цой, типа, невозможно, так и хочется отписаться. Я ему хотел нагрубить, причем при том, что это первый человек, который писал о моей книге в интернете. Да, грубишь сейчас, Ляхов, это не проблема. Дядя Саша мы любим. Нет, я знаю. Ну, просто. Нет, я еще знаю его лично, да, дядя Саша. Если ты думаешь, что если ты от меня отпишешься, и это великое для меня честь, что ты меня читаешь, то поверь, это заблуждение. Если хочешь отписаться, отпиши 6 сект. Я тебе, я не помню, написал тебе или нет. Нет, он, типа, засирает, засирает мне мою ТВ-ленту. Кто, ты засирает? Я засираю там, я и Горожанкин. Горожанкин-то, че? Он про Яг, что ли, пишет? Я не знаю, вот он, ну, какой-то был твит такой. Вот, и в какой-то момент я понял, что нужно быть, да, вот таким. А кто тебя еще станет там в Твиттере? Прикалывает? Не, ну, вообще, да, ну, понимаешь, что сам. Не, мне очень нравится, я говорю, да. Я предлагаю Еликбаев уже называть сам. Да. Восходящая звезда, же недавно был конкурс. Восходящая звезда. Я говорю, какая восходящая звезда? Он уже, да, он восходящее солнце. Причем ежиутренне. Значит, Еликбаев, это, конечно, да, это мощь. Я читаю, там, например, Кочумайло, очень люблю Кочумайло. Потому что это такой чувак, отжигает, клево. Вот, я люблю читать Арманиту. Я люблю читать Байту Кенова, естественно. Мы недавно, буквально недельку назад, у нас был интервью для времени. Он обещал, что сегодня выйдет время. Потому что, не знаю, я вышел раньше, чем время. Значит, потом сейчас еще вспомню. Я читаю с удовольствием Кайрата Нурмагомбетова, естественно. Очень хорошо пишет, мне нравится, очень хорошо пишет. Бота особая. Ее мало кто читает, но это вот СФКшница. У нее удивительный язык, классный. Вот, из тех, кто еще... Вот именно в моем стиле... На самом деле, я многих читаю. Но вот я хотел бы выделить... А, Симпатикус. Естественно, Симпатикус. Это вот Сью Вижена. Да, это Сью Вижена. Я никогда не писал. Я там не был в КВНе. Это прошло мимо меня. Причем, при том, что я люблю КВН. И вот реально я затупил. Я думал, как? Я что, не могу написать? Я могу, ну, в смысле, в любой компании хорошо острить, там, быть, так сказать, на волне вот этого юмора. Я не могу писать. Это, оказывается, вообще дикий труд. Адский, на самом деле, чтобы написать смешную шутку. И в какой-то момент я понимал, что я туплю. Я выкладываю это в твит. И я видел, что никакой реакции. Реакция ноль. Мало того, наверное, я вызывал. Тебе нормально ляг вон на 50-ом твитте в день. На что реагировать? Тебе Саша? Я говорю, при этом мы с ним знакомы. Это первый человек, который написал о книге в интернете. Это было вот в 2005-2006. И для меня это было так приятно, потому что он написал. Вау, я типа зашел в книгу. И типа, ну, что там пишет этот музыкант? И говорит, я был приятно удивлен, что он не только там музыкой занимается, а еще достаточно нормальной литературой, которую можно зацепить. Нет, видишь, дядь Саша, он собранный такой, дядька. А тут там с регулярным постоянством отжиги приходят там всякие от Цоя. А он, понимаешь, он иногда и очень часто о государственных каких-то вещах думает. Да он сидит ляк. Я ему мешаю, да? Думает о государственных вещах. А тут Цоя со своими... Конечно, он сбивается. Вот. И потом, ты знаешь, еще такой момент? Когда я понял, что для того, чтобы еще люди секли, что это не... Вот я гоню не копипасс, а именно свое. Я, естественно, написал. Я пишу только свое. Для меня это тоже важно. Для кого-то, может быть, это не важно плевать, да? Потому что, скорее всего, идет вот эта лента, да? И там мало кто разбирает, что там смешно, а ха-ха-ха, там нет, там, ну ладно, дальше пошли. Вот. Я хочу... Ну, для того, чтобы показать, что это свое, я стараюсь писать о Казахстане, я стараюсь писать о Балмате. Мало того, я стараюсь быть, ну, грубо говоря, злободневным, да? Вот сегодня блогеры поехали, им показывают метро казахстанское. И удивительным образом это совпало с датой в 1900 году в Париже запустили метро. Именно вот 19 июля. Вот. Я в какой-то момент, я создал хэштег, который называется «Даты», и стал оттуда вытаскивать истинные исторические даты и события, и каким-то образом их, ну, в общем, щерить, да, грубо говоря. Смешно, не смешно, я это не могу сейчас, так сказать, оценивать. Ну, вот, и я этот создал, и я беру какие-то даты, и вот сегодня это совпало, понимаешь, что открыли в Париже, и при этом... Знаешь, что открыли или так далее? Нет, это просто ознакомительное. Насколько я знаю, это в конце года будет открыто. Но я много посмеялся над метро, потому что, причем при том, что у меня есть очень хороший друг Тахминак Кибирова, который работает в Алматинском Акимате, и все шутки по поводу метро вызывают у нее стойкую неприязнь, она начинает там психовать, плеваться. Я, потому что 30 лет строят, в 81 году начали, да, и я недавно создал шутку о том, что... Это опять-таки, на самом деле, исторический факт. 12 июля Нептун, планета, совершила первый оборот с момента открытия. Настолько она далеко находится, настолько у нее огромная орбита, что она первый оборот с момента открытия в 1849 году, то есть 160 лет. И я написал, да, что Нептун... Вы написал, да, да, что Нептун совершил первый оборот вокруг Солнца с момента открытия с 1849 года, но при этом оказалась раньше, чем Алматинское метро, которое начали строить в том же году, да. Вот. И вот эта шутка, ее на самом деле ретвитнули, была куча комментов на ней, это было 16 ретвитов, это был первый такой мой успех, я был, вау, круто. Потом, когда запретили выступать Стингу в Астане, точнее, он отказался от выступления в Астане на День города, там все... Я проснулся, и там весь твиттер торчал просто от Стинга, и они создали хэштег «Fail Sting». Ну, я, естественно, включился и создал такую шутку, что Стинг, отменив свои концерты в Астане, даже не представляет, сколько он радости принес этим алматинцам. И это была шутка мега, которая тоже стрельнула, и реально ко мне прибежали люди, потому что, ну, там тоже 16 ретвитов было, это было круто. Я понял, что я могу быть вот на вот этой волне, стараться. И я вот говорю, вот эти люди, которых я перечислил, да, Байтукенов, Армонитов, Качумайло, Ильикбаев, они задают классную планку, на самом деле. Потому что, когда я вижу хорошую шутку, я хочу сделать еще более остроумную. И я вижу, вау, это круто. Это команда, на которую можно ориентировать. Слушай, а на сколько вот так хватит? Жечь? Ну, да. Ты знаешь, я себе задавал вот этот вопрос, но вот все имеет, так сказать, какой-то коэффициент исчерпиваемости, да? Ну, вот я надеюсь, что пока хватит, я не знаю. Мне, например, кайфно, я сейчас тащусь, я, например, я тут просыпаюсь, о, что бы такого выложить? Хотя вот мой один из самых первых твитов был, раньше просыпаюсь, я открывал глаза, сейчас открываю твитов. И это тоже были ретвиты и так далее. То есть, если ты вкладываешь какую-то мысль, она всегда найдет какой-то отклик. Ни у одного там, ну, хоть у кого-то. Хорошо. Есть много людей, которые пытаются зайти в твиттер, но они не очень знают, как это делать. Вот это, например, я. Потому что я подписался там, ну, на парочку человек, и пока их просто читаю себе потихонечку. Потому что, ну, знаешь, я как вот, как любой сайт, как любой форум, да, его надо сначала почувствовать, ну, мне кажется. То есть, я так не могу. Согласен, потестить надо. Да, я просто, ну, вот смотрю, да. Я вот сидел вот сейчас, думаю, где Цой, да. Открыл твиттер, все понятно там. Цой там, там, там. То есть, ты пока сюда ехал, ты умудрился там три твитта там твитнуть. И вот как ты заходил в твиттер, то есть, какие-то методики, вот сидит там чувачева сейчас там за другой там стороной экрана и думает, блин, ну, я хочу, вот он тоже, может, читает, я там, я вот хочу там кем-то стать. Вот твои рекомендации. Значит, мне, опять-таки, вот в этом мне помогли и Ликбаев, и Нурмагомбетов. Да, Кайра Ялиш. Нужно сэкетоваться. Нет, просто они мне сказали, они мне сказали, есть твиттер, Саня, мы тебе, мы тебе поможем, расскажем ИК. И когда я зашел, я на самом деле не понимал, потому что есть формат СВК, да, когда идет сплошной чат, причем чат очень активный. И там, на самом деле, собралось вот удивительно много остроумных людей. Я думал, что они в жизни жгут, а когда я встретился с ними, это классные, симпатичные люди, но мало кто жжет в жизни так, как они жгут там. То есть, когда они невидимы, да, когда есть просто там какое-то там их фамилия, имя и аватар, они могут тебе позволить быть остроумными, и реально там отжиг такой, что тебе хочется еще лучше. В этом есть, так сказать, какой-то соревновательный дух, да, и при этом какая-то такая удивительная творческая ревность. Заводит. Да, это заводит. Вот. В Твиттере этого нет, да. Я когда зашел, я тоже не понимал. Я реально, я типа как барана нового рода, что такое, как, что с этим делать. Потом я понял, и мне это очень нравится, что Твиттер честен. В том плане, если ты хорошо пишешь, у тебя будет много фолловеров, тех, кто тебя читает. Плохо пишешь, извини. Да, ты никого не можешь заставить тебя читать. Это круто. И круто, что тебя тоже никто не может заставить читать. Поэтому вот я в Твиттере написал о том, что Твиттер честен. Здесь не нужно фолловить красивую девушку, если она тупая. На самом деле же так. И потом я создал второй твит на эту тему, что за глупыми девушками, за красивыми глупыми девушками в обычной жизни мы ухаживаем с удивительным энтузиазмом. А в Твиттере этого не нужно. Хватает одной ее твит глупости, чтобы ее отшить. На самом деле, вот я, например, ну, анфоллил всех, кого мне интересно, потому что, ну, зачем читать то, что тебе не интересно? Зачем держать тех, кого ты просто пропускаешь? Вот. Естественно, твит лента, она подвержена постоянному обновлению, постоянному какой-то редакции. Но сейчас я так думаю, что она для меня очень удобна. Вот. А потом мне Кайрат говорит, нужно сделать так, нужно сделать так, вот это нужно там, вот это не стоит делать. А он меня подправил, да. Ну, расскажу, в смысле, какие-то методики, да. Конечно, нет. Короче, вот, ребята, да, если вы, если вы хотите быть в Твиттере, да, это мои, вы не подумайте, что я там какой-то супер-твиттеряне, я всего полтора месяца. На самом деле, всего полтора. Я начал писать 25 мая. Быстро ты. Ну, быстро ты засрал, да? Быстро ты засрал, хорошее дело. Нет, ты знаешь, вот, самое главное, да, писать свое, писать честно и писать интересно. Вот и все. Не, не, ну, там Кайрат еще, там какие-то вот. А, ну, ну, нет, Кайрат какие-то хитеросты? Нет, я вам скажу так, что, например, вот я, например, всегда ретвичу то, что мне нравится. Всегда. Если, например, мне нравится 10 твитов Кочумайла, я всегда их ретвичу. Вот с меня не убудет. Хотя мне, например, Кайрат говорит, Саня, не ретвить его постоянно. Кто в какой-то момент подумает, зачем мне читать СО, если я могу читать напрямую Кочумайл. Ну, если это мне нравится, почему я должен себя сделать? И он Кочумайла мне недавно написал, Александр Цой самый, как же он написал, самый, ну, в общем, он больше всех ретвитит моих твитов, типа того, да? но если мне нравится, почему нет? Я готов там ретвитить все, их у него, на самом деле, у Елебаева очень много классных твитов. Есть твиты, которые, я думаю, елки-палки, мне нужно быть, мне нужно тоже что-то такое придумать. Понимаешь? Вот. Но самый мой, кстати, чемпион по ретвитам, это вот эта шутка насчет того, что снятый асфальт Сифулина поставил Алматинских путан на грань банкротства. Они утверждают, что приехавшие клиенты доезжают к ним уже заебавшимися. Это был чемпион среди ретвитов. Это 24 ретвита, это было круто. И после этого, причем я выложил это в субботу, в мертвый день, да? Ну, в полу мертвый, потому что в воскресенье мертвый. И это было круто, да? Я знаю, что. Нормально. Да. Вот. Вчера я, или позавчера, нет, на той неделе я выложил шутку насчет того, что мальчишки, написавшие в моем подъезде «Цой жив», даже не представляют, насколько они недалеки от истины. Да, да, да. Вот. И я знаю, что этот твит не украдут, потому что он исключительно мой, да? И я выложил его в ФБ, он тоже там, в общем вызвал бурю там всевозможных комментов, и одна девчонка написала, блин, как жаль, что я не могу пошутить так же, в смысле себе. Я говорю, ну почему? Я специально его написал, да. Я говорю, вот я боюсь, что у меня Анита Цой это украдет. Вот. В общем, ты знаешь, вот я стараюсь, так сказать, вот, самое главное, вот не копипастить, да, потому что легко уйти на эту тропинку, да? Знаешь, Нурван Туриханов, он интересно прокомментировал, я ему вот вопрос задал, слушай, а как вот, вот этот творческий путь, он же на самом деле, понятно, что творческие люди, они приходят на интервью, да, там, или куда-то там, на публику, ну, неважно, там, пишут книгу, и они в этот момент на волне своего, ну, вот этого творчества, да, то есть они харизматичны, от них, ну, ля-ля, ну, ты понимаешь? Искрометные. Да, да. Саша Цой возьмет гитару, там, всем понравится, вот, но есть же еще другая изнанка, да, то есть там, этого творческого пути, и вот я примерно об этом пытался, домогался у Туриханова, потому что он-то тоже по нем давно идет, да, как бы, и он вообще прокомментировал таким интересным анекдотом, что если ты хочешь сделать какую-то подляну своим родителям, а геем становиться по каким-то причинам неохота, то надо заняться творчеством. Изгоем для родителей, да? Ну, неважно, ты хочешь вот навредить родителям, понятно, надо заняться творчеством. И вот в этом контексте, вот, глядя на свои, там, 27 лет, вот этих вот исканий, исканий, то есть, ты можешь пожелать, вот, допустим, молодым ребятам, да, чтобы они шли в творчество? Потому что это же... Ты понимаешь, нет, финансисты? Нет, я вот это слышал вчера вопрос, вот, насчет этого, Еликбаева, что может быть вам лучше в банке, и он говорит, какой банк, здесь нет творчества? Ты понимаешь, вот, Довлатов написал о том, что... много творчества в банке, загрузить можно больше людей. Да, да, подсадить. Очень творческий талант. Довлатов написал об этом, очень важно, то есть, мера, мера твоего творческого таланта тоже бывает разная, да, ну, согласись. Как писали, например, Ильф и Петров о том, что есть мир больших идей и больших людей, есть мир маленьких людей и маленьких идей. Это на самом деле так, да, мы будем дифференцировать это. И, Довлатов, вот, абсолютный литературный гений, он говорил о том, что не я выбрал профессию, а профессия выбрала меня. И ты, например, творчество такая вещь, ты не можешь не писать, понимаешь, ты не можешь не снимать, ты не можешь не делать это, потому что ты не есть человек в этом понимании. И вот я, слава Богу, я избавлен, так сказать, от каких-то-то мучительных, ну, исканий там, или выбора какого-то мучительного, потому что я пишу, и для меня это, это и есть я. На самом деле. В какой-то момент это не будет пафосом, ты знаешь, я в своей жизни, у меня появилось такое, я поддержал из-за речения Алеши о том, что не дня без строчки, или, как сказал Еликбаев, так говорит любая работница швейного цеха, да, не дня без строчки. И в какой-то момент я воплощал это исключительно в чтении, да, я говорил, я должен читать каждый день. Причем я читаю очень давно, и я даже не могу вспомнить время, никогда я не читал. Потом я добавил туда писанину, да, пусть она была какая-то левая, слабая и так далее, но я каждый день что-то писал. И когда выработался режим, ты понимаешь, это все равно, что отжиматься по утрам, да, или пресс качать. Когда у меня выработался режим, это вошло в привычку и уже стало приносить плоды, то есть количество подтянуло, подтянуло качество. И сейчас, как, например, говорил тот же Пушкин профессионал, это тот, который делает свое дело, даже не настроившись на это. Можно креативить, можно что-то делать, и вот это творчество, любое, настоящее творчество, настоящего творчества человека, оно заставляет это. Ты не можешь это не делать, понимаешь? Вот что важно. И ты не можешь, я себе даже не могу представить, что кто-то, вот, например, что кто там, ну, я не знаю, Тарантино бы остался работать в своем видеосалоне, как он делал когда-то, да, и где он понабрался вот этого всего, ну, своего великого. Хотя, скорее всего, вот эти все кассеты, которые он просматривал, да, тогда еще были кассеты, я думаю, сделали, вытащили из него вот это его гений. Вот и все. То есть, вот, например, ты просто не можешь этого не делать. Вот и все. А как не сдохнуть с голоду по дороге? Вот это другой вопрос, брат. Это... Извини, я не могу его не задать. Сам бы об этом вот. Ты знаешь, вот я... 16-й год мы его размышляем, блин, что ж за говно такое. Идеально, когда профессия, твое любимое дело тебя кормит. Это идеально. Такое бывает, конечно, очень редко, но, слава Богу, у меня это, в моей жизни это сложилось. Ну, слава Богу, да. Не знаю, другим... Ну, что тут поделать? Ну, извини, Бутусов, архитектор, Гребенщиков, архитектор, Макареевич, блин, архитектор, что-то надо в архитектуре посмотреть. А ты на кого? Художник. Цой, художник. Я переводчик, я закончил Иньяс, но при этом я получил филологическое образование. Для меня это филологическое образование, оно очень важно, на самом деле. Да, это прикольно. Мы встречались с Байтукеновым, да, журналист, музыкантом, и он такой, я тоже филолог, знаешь, и это прикольно, да, два филолога встретили, и, ну, каждый воплотился в своей, в своей данной профессии. И мы с ним, на самом деле, очень с большим интересом друг другом поговорили, потому что много общего. У Байтукенова мы делали с ним интервью, я так понял, у его журналистика это тоже еще не конец, потому что вот об этом говорит кино, кино он начал снимать, и так далее, и так далее, мне кажется, у него это тоже еще. Да, 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 я смотрел это интервью, мне, кстати, очень понравилось это интервью, ну, вообще, я кайфанул с ним. Байтукенов там был. Я реально кайфанул, потому что он говорил о таких вещах, мы с ним очень близки по литературе, мы с ним очень близки по каким-то взглядам, и самое главное, Байтукенов, вот, мне он, так сказать, очень симпатизирует вот этими своими твитами, своими взглядами, когда он может, мне очень нравится его твит. И я ему говорю, ты мечтаешь написать книгу? И он такой, нет, я не мечтаю, нафиг мне книга, мне не нужна книга. Я говорю, ты врешь, говорю, потому что Довлатов, говорю, каждый журналист, каждый журналист мечтает написать роман. И в отличие от всех журналистов, я этим занимался. Так говорил Довлатов, когда-то, в 72-м году. И он в конце разговора говорит, вообще-то я хотел бы написать, ну, я вот думаю, замахнулся. А я вот думаю, вот я вроде не писатель, да, и при этом я выпускаю уже вторую книгу. Мало того, первая продалась так, что у меня у самого нет. Мне это и горько, и смешно, и я горжусь этим фактом, на самом деле, что у меня нет моих книг, что она продана, что все 2000 экземпляров проданы. Они просто развеяны, рассеяны, и распыдены, как писал Джордж Оуэн в романе 1984. Это мы поступаем все к литературе. Нет, про литературу хорошо, очень хорошая тема. На нами многие смеются, что я этой программой, да, пытаюсь какое-то нести, там, какое-то что-то доброе, там, все равно, и полезное. Ну, вроде, там, все говорят, мат, перемат, да, откуда же, там, курят, там, невозможно, там, выпивали у нас уже в программе, там, неоднократно, вот, кстати, Ляхов выпивал, но так, по мелочи. Ляхов-Мухин, ага, и что? И, всегда, вот, этот встает вопрос у меня о литературе, что образование человека, вот, что такое образование человека, особенно, по сегодняшним временам, когда появился Google, весьма, просто, да, непонятно, то есть, де-факто, на любой вопрос, ты, там, через несколько, секунд можешь получить ответ, да, тогда, получается, нужно учиться, просто задавать вопросы Google, ну, как-то вот так, и вот тут, но глубина человеческая, особенно, там, творчество человека, мне кажется, все равно, она складывается, из, прочтенных, книг, но, мы видим, сейчас, новую тенденцию, да, что народ, к сожалению, становится, вот, художественную литературу, очень мало, начинает читать, особенно, вот, ну, какое-то, новое, молодое поколение, и я, собственно, тебе вопрос, а ты вот, как вообще, вот эту краску слышишь, то есть, краска чего? Ну, вот, про чтение, про литературу, то есть, что сейчас вот происходит вообще? Ты знаешь, я, я, кстати, я вот хотел тебе высказать свой респект по поводу, потому что ты во всех интервью задаешь вопрос про литературу, это клево, и я, так сказать, и слышал этот вопрос и Алиша Ильбайова, кстати, с ним у нас тоже список литературы абсолютно идентичен, и Байту Кену, ты знаешь, я говорил уже об этом, что я все время читаю, и читаю, ну, уже прочел достаточно большое количество книг, и в какой-то момент я опять-таки обратился к гуглу, я не стал, очень долгое время, то есть, я много прочитал макулатуры, реально, просто потому что не было ориентиров, там не было интернета, я читал все, что попадалось. Естественно, есть какие-то рекомендации устные, да, и извини, если ты сейчас заходишь в какой-то книжный город, и там написано, там, этот, лидеры продаж, это все, извините, дерьмо, эти лидеры продаж, там ничего нет реального, кроме там, если не попадет, там, Шолохов какой-нибудь, или там, Маркес, да, 100 лет одиночества, единственное, что я видел из достойного, из того, что лидеры продаж, основное, это сплошные, блядь, сумерки нахрен, там, и так далее, это все тупизм, реально, да, это, опять-таки, это не показатель, а показатель, это просто список, жемчужины мировой литературы, открываешь, и там все, от А до Я все есть, по ним читать, я вот, ну, я говорю, а сколько вот, ты бы выделил книг, вот, в количественном, для того, чтобы быть, да, вот, для того, чтобы, вот, мы берем, да, там, чела, вот, он чистый, вообще, как лист, да, понял, понял, а грамя твиттера, ничего не читал, пока, так было раз, ага, то есть, и мы берем, и такой, проводим эксперимент, мы ему даем, какое-то количество, вот, жемчужин, да, и через, там, пару лет, там, к примеру, ну, что, долго, наверное, а он будет читать, да, при этом, он будет, да, под страхом смерти, ну, почему, ну, 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 я бы, ну, я бы, ну, я бы, но я думаю, что, для того, чтобы он, что-то представлял о себе, в интеллектуальном плане, 50 книг было достаточно, 50, да, хотя, вот, я, например, в среднем, где-то я за полгода 50 книг прочитываю, и считаю, что это ужасно мало, я говорю, у меня есть уже, у меня есть свои авторы, которых я люблю, ну, мой, сегодня, вот Довлатова отрекланировал, потому что это, это первый писатель, который, который просто меня снес, реально, это был 93-й год, и тогда еще у него было 3 тома, потом вышел последний малоизвестный Довлатов, и этим весь Довлатов, к сожалению, исчерпывается, потому что у него больше нет, выходила потом публицистика, выходили потом воспоминания Айрева, там, ну, всех его друзей, Евгения Рейна, потом Бродского того же, и так далее, выходили, потом хитрые издатели перелопачивали его старые романы, ну, то есть уже известные повести, и делили его на мелкие части, для того, чтобы повысить продажи, потому что он всегда в хитах, вот, Довлатов, сейчас, недавно я для себя, буквально, наверное, год назад, открыл Бабеля, вот, Бабель, это второй писатель, который меня просто похоронил, это, это такая круть, вот, реально, это просто круть, Конармия, одесские рассказы, и просто сборник рассказов, но он такой, он еврейский, это едай, это и одесский еврей, причем, да, причем, блин, у него абсолютно трагическая судьба, это, это просто, говорю, это, вот, в плане русской литературы, русского слова, это даже покруче Довлатова, просто Довлатов, неудивительно, что пишут об этом евреи, да, 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 просто Довлатов, настоящее, русское слово можно услышать у Бабеля, как и во всем, да, просто Довлатов, он довел, мне кажется, до идеального, свой лаконизм, к чему стремился Бабель, и чего учил Бабель, я, например, недавно прочитал воспоминания Паустовского о Довлатове, как ни странно, Паустовский был близким другом Довлатова, ой, Бабеля, Господи, Мало того, Есенин был близким другом Бабеля, это вообще круть какая, да, и они друг друга называли золотыми перами, ты золотое перо поэзии, а я золотое перо прозы России, это, ну, это просто круто, и я благодарен, да, абсолютно, да, и я, например, просто, я просто поражен, что у Бабеля был друг Паустовский, который расписал чуть ли не анатомически, как писал Бабель, как он писал, он писал 10 листов, потом 9 выкидывал, говорил, это все лишнее, и вот этот лист, который оставался, он говорил, здесь 70% лишний, я должен отсечь все ненужное, но он оставлял такую квинтэссенцию, вот этого русского слова, я говорю, это просто снос, ну, естественно, Шолохов, это, это просто, человек 23 года написал вещь, которая получила Нобелевскую премию, вообще нереально, это странно, я читаю Шолохова с периодичностью раз в полгода, это, для меня, например, это странно, как человек в 23 года может такое написать, мало того, он же после, Тихий Дон, это просто застрелиться, это просто застрелиться, такого, такого слова я не знаю, ты сидишь и понимаешь, что ты бык, да, что ты, что ты просто чейф, да, хочешь получить чувство неполноценности, вот, я раз в полгода, и обязательно, это, да, это просто, это, я сейчас называю Джамалунгбе, да, Эвересты, ну, недавно я прочитал, Ясунари Кавабата, это тоже человек, японец, который получил Нобелевскую премию за свою литературу, прикольно, но не так, как, например, как, как Довлатов и Баби, прикольно, ну, для того, чтобы знать, что есть и такая литература, японская, выходящая из ничего и уходящая ни в что, мне очень нравится Курт Ваннигуд, это, это тоже, это такое, как бы, Довлатов немецкого разлива, американского происхождения, Бойня номер пять, это шедевр, Бойня номер пять, или Крестовый поход детей, мне нравится Платонов, Чувенгур, Котлован, это, опять-таки, Платонов, он вырос из Бабеля, Ильф и Петров, они выросли из Бабеля, и я читаю Бабель, я вижу, из чего произрастает вот это слово, Ильф и Петров, это просто тоже, это острова, которые невозможно проплыть мимо, сейчас я, например, ну, рекомендую моему хорошему товарищу, Кайре, Могомбетову, что читать, и я ему говорю, ты можешь ничего не читать, но этих чуваков ты должен, это-то сказать, Ильф и Петров, потом, мне очень понравилось, ну, мне нравится Кутагава, мало того, мы с ним родились в один день, первого марта, это тоже удивительный японский писатель, мне нравится, мне нравится Кавка, мне нравится, сейчас скажу, что, мне нравится Лимонов, это абсолютно кровоточащая литература, которую даже писал Довлатов, это я, Эдичка, и дневник Неудачника, мне нравится Ерофеев, ну, говорят, что Ерофеев автор только одного произведения, Москва, Петушки, наверное, я с этим соглашусь, потому что это, это супер, супер роман, это человек, которого выгнали из института, естественно, и который поставил всех своих преподавателей, русского и литературы, в тупик в университете, настолько у него были глубокие познания в литературе и русском языке, вот, умер от рака горла, так, потом, обязательно, ну, естественно, надо читать Булгакова, естественно, нужно читать Набокова, это однозначно, но, так, давай из американской, да, Селлинджер, однозначно, Харпер Ли, однозначно, Фитт Джеральд, это просто, умри, но прости, Великий Гэсби, Ночь Нижнадь, особенно Великий Гэсби, ты можешь не читать ничего, но если ты прочитаешь Великий Гэсби, тебе хватит для того, чтобы говорить об американской литературе, вот так скажем, немецкая литература, Ремарк, однозначно, это, это, Best of the Best, Три товарища, это вообще, но в последнее время, я его читал раз, наверное, 15, но в последнее время, я читал его недавно, снова Три товарища перечитывал, я понял, что я уже, наверное, не смогу вернуться к этому, потому что, это слишком тяжело. По прошествии вот этих, какого-то уже определенного жизненного пути, что, ну, уже. 42 года? Да, что-то находил уже, это значит, сколько, половинка, получается, ну, даже больше, наверное. Ну, непонятно, сколько там отмерено. Вот твои какие-то, знаешь, пожелания для молодых людей, знаешь, причем, ну, не таких там, читайте книжки, да, хотя это классное пожелание, а вот таких вот, но чуть по жизни, да, то есть, особенно вот в рамках вот этого сейчас непонятной вот этой тенденции, которая сейчас происходит, сейчас вот, что надо делать там, бизнесменом становиться, или идти куда-то там, в банк работать, вот как правильно, Саня, то есть, я, ну, давай представим, что ты говоришь, какой-то, знаешь, как у Шевченко, да, заповид своим, допустим, детям, да, вот ты их куда бы вот посоветовал им, ты бы вот сказал, сынок, ты знаешь, вот, я папка запутанный весьма, да, что уж греха дарить, вот, ты бы, вот что посоветовал им, ты понимаешь, знаешь, вот я бы, например, хотел избежать, вот, каких-то, вот, ну, знаешь, менторских, что ли, ноток в моем голосе, потому что, ну, например, я не могу взять на себя смелость, кого-то чему-то учить, да, я просто могу, ну, посоветовать по-дружески, да, ты свое мнение скажи, ну, мне кажется, вот, вот, в чем счастье человека, да, в этой жизни, в самореализации себя, как личности, и все, кто-то находит себя кайфовым в банковской сфере, почему нет, да, кто-то находит там себя в творчестве, тоже кайф, кто-то уходит в интернет, кто-то уходит в спорт, кто-то уходит, ну, извини, в наркотики, в алкоголе и так далее, то есть, каждый из себя реализует, теряет, находит в той степени, в какой он, наверное, хочет, может быть, у кого-то удается меньше, может быть, больше, да, ты сейчас сыну так саму сказал, сыну, да, ага, нет, просто я не хочу, вот это вообще, понятно, что каждому свое, ля-ля-ля, вот, не, а вот конкретно сыну, вот ты, вот он спросит, папа, вот давай, ролевую игру, скажет, папа, что делать, что это вообще, то есть, он может быть так, понимаешь, плохо то, что дети так могут быть лет в 30, когда уже поздно, этот вопрос, как спормируется, папа, что это, понимаешь, мы же все через это проходили, то есть, но ему сказать, вот сынок, ты знаешь, ну, вот это, а ты же ему не говоришь, что вот это там нельзя, да, то есть, ты ему говоришь, ты, вот это вот так, ну, по крайней мере, я вот, у меня вот так, я ему скажу так, отчего ты кайфуешь в этой жизни, вот скажи, вот что тебя реально заводит, чем бы ты мог заниматься каждый день, и при этом, он сейчас 18 лет скажет, папа, мне прикольно тёлку, блядь, ты чё, ну и давай, сынок, не закорачивайся, ну, вперёд, вперёд, нет, вот у меня старший сын, он, на самом деле, он, он знает, чего он хочет, он весь в спорте, реально, он весь в спорте, наверное, во многом благодаря тому, что я ему с детства говорил, ты там должен, легко должен отжаться сто раз от пола, это не должно быть проблемой для мужчины, вот, и он сейчас, так сказать, он кайфует от этого, он занимается борьбой, причём очень давно, и единственное, мне немножко нужно сдерживать вот этот вот, уровень адреналина, потому что он готов любого воткнуть, как он говорит, головой в землю, мало того, мне приходилось, ну, некоторые, некоторые его поступки там замазывать, ходить в школу, так и так далее, то есть, вот мне радостно, что он не ушёл в сторону, да, от этих, он не тусит, он не курит, не пьёт, да, вот у него есть девушка, и я за него спокоен, то есть, в выборе профессии пока до этого ещё не дошло, но там 2-3 года, и он уже будет думать, куда поступать, тогда уже можно будет о чём-то с ним разговаривать, ну, и вот ты как думаешь, да, особенно, вот смотри, вот интересно же сейчас, вот куда отдать ребёнка, да, вот в какой институт, кого с него делать, юриста, ну, понятно, какие у него склонности, это, оно тоже важно, да, но, вот по твоим ощущениям, какие сейчас вот в обществе, да, вот востребованы какие-то профессии, то есть вот, ну, ты понимаешь, есть профессии, которые, я так понимаю, ну, популярные, что ли, это юристы, банкир, да, нет, ну, они чё популярные, ну, вот я не считаю, что они популярные, ну, туда все ломятся, согласись, что они ломятся, потому что, ну, типа это выгодно, рано там, через 5-6 лет, это там, стрельнет, ну, банковская сфера и юристы, разве не так, по моим ощущениям, по моим ощущениям, нет, вот если, вот у меня две дочери, то есть я могу отдать дочь на юридический факультет лишь с той мыслью, что она просто оттуда выйдет с неплохим гуманитарным образованием и грамотным человеком, да, то есть юридическое образование, как мне кажется, то есть оно, в общем, не вредное, то есть вот, но я бы не сказал, что, а как она с этого будет кушать, хорошо, давай дальше, она может пойти в госорганы, как то, прокуратура, милиция, суды, бла-бла-бла, да, ну, как бы, наверное, там, но зарплаты официальные, там очень маленькие, и служить нужно, да, то есть 20 лет, прежде чем она чего-то добьется, и она может уйти в коммерческую юриспруденцию, да, то есть, это частный адвокат, адвокаты, гражданские правовые отношения, а ты был хоть раз в суде, вот так вот представишь, что моя дочь всю жизнь будет разбирать, вот эти щиты, эти дрязги, говнотерки, там даже запах в этом суде же ужасный, там, то есть, понимаешь, а, ну, а что, ну, или она будет цивилистом, да, в какой-то сидеть коммерческой компании, и отмазывать свою компанию, то есть, она чуть-чуть на газарезе, доки готовит, почищать, да, она расскажет, что, в принципе, они не виноваты, ну, почти, то есть, понимаешь, вот, собственно, ну, перспективы, ну, да, печальные, печальные, ну, вот, как по мне, ну, я вот особо, я просто сам юрист, то есть, и я попробовал, там, вот так, вот так, вот так, у нас адвокаты нужны со связями, то есть, адвокат, который хорошо знает право, он ничего не стоит, мне так кажется, то есть, если он знает, там, судей, прокуроров, там, ля-ля, он отработал, там, в этой системе, да, потом вышел, там, вовремя на пенсию, да, и начал, там, уже, ну, глупые платят адвокату, умные платят судье, знаешь, поэтому, типа того, ну, давай вернемся, вот, к нашему, потом, что ты еще говорил, куда там, финансистам надо идти? Не, не надо, не, я так понимаю, что это сейчас популярная такая, потому что, вот, такой набор какой-то, и так далее, я, честно говоря, за этим не слежу, но, я так думаю, что это, мне кажется, это общая тенденция сейчас. А вот свой бизнес хорошо иметь? Вот по твоим ощущениям? Я думаю, что, хорошо. Лучше маленький сам, чем большой зам. То есть, ты, вообще, вот, допустим, если опять же, да, то есть, задаете, твой сын вопрос. Пап, мне лучше работать по найму, либо лучше иметь какое-то вот свое, то есть, ты однозначно ему скажешь, ты вот по найму, это вот. Ну, найм, понимаешь, он тоже может быть разным, и свое тоже может быть разным. Да. Можно иметь, извини, там, точку на барахолке, где тебя там все имеют, и каждый приходит, и говорит, э, давай сюда, сегодня там, четверг. Не знаешь, определение такого маленького бизнеса, там, и умереть со словами, спасибо, приходите еще. Ну вот, ты кошмар, ну вот так вот, понимаешь, вот семейный, вот делают же бизнес, да, но это очень, ну это вот. Накладывает абсолютно, да, на сознание. в этой кафешке, да, всегда что-то будешь, вот показывают, за кем-то убирать, там, по телевизору, вот какую-то Европу показывают, там, чел, там, он в маленькой какой-то кафешке, и он говорит, мы уже, там, 150-й год, короче, жарим этот пирожок, всей толпою. Всей семьей своей, да, всей династии, да, то еще так. дедушка жарил пирожок, и я жарю пирожок. Нет, нет, подожди, я же не говорю, что это плохо, но я вот всегда смотрю, и он такой, знаешь, что-то позитивный такой, а я на него смотрю, думаю, ебать, ну, и как же, ну, ну, для меня, я не могу, блин, жарить пирожок, 150 лет, это все, кошмар это будет. Мой, говорит, дед на базаре птицей торговал, да, а что потом случилось, птица сдохла. И вот, ты понимаешь, это вопрос, вот, вопрос вопросов, да? Блин, интересный вопрос, ну, и на котором, вот ты, где написаны ответы? Вот вопрос. Короче, знаешь, так, вот, если касаться философской стороны вопроса, да, то нужно, как сказал Карамзин, делать свое дело, и будь что будет, на самом деле, больше ничего не нужно в этой жизни. А я еще поддержу словами, там, Брусникина, живи по совести, а Господь сам разберется. Поэтому, вот, надо, надо честно делать свое дело. Аминь. Вот, вот и все, мне кажется, все рецепты. Надо жить так, как тебе твоя совесть велит. Понятно, что она у одних одна, у других другая. Даже у одного человека она может быть сегодня такая, а завтра она может позволить то, что он даже себе не мог представить. Просто потому, что, как он говорит, изменились обстоятельства. Хочешь поговорим о кино? Нет, я же написал сценарий к фильму. Нет. Шучу. Опять-таки, вот благодаря книге чувачки запускали фильм, назывался он «Лавэ», и у них не было прописанной диалоги. Был сценарий, не было прописанной диалогов. То есть, сценарий было, ну, так, номинально. Парень разговаривает с девушкой, а о чем они разговаривают, не было. И они обращаются к Яркешу Шакееву. Брат, помоги. Он дает им мою книгу, и говорит, вот смотрите, есть ЦОИ, почитайте. Они прочли, и буквально через два дня мы с ними заключили договор. И я им начал прописывать диалоги. Я был сценарист диалогов. Была такая штатная единица. Да. Мы начали писать, и у меня, у них, короче, реально несостыковки. Я говорю, как он может сделать так, если до этого было то-то, то-то, то-то. И в общей сложности я взял, перелопатил весь сценарий. Мы, правда, писали вместе с продюсерами. Времени было вообще в обрез, потому что они, тогда еще не было вот этой камеры в Казахстане, Red One, они брали в аренду в Америке. И там каждый день у них капала аренда. Приехал американец, который не отходил от этой Red One, а он с ней спал, короче. И уже пошел съемочный процесс. Они оплачивали по Любасу. Камера уже в Алма-Ате. Обстановили съемку, потому что нет сценария. И мы два месяца... Я не задевался по ценнику, да? Потому что у нас такие, критические... Нет, Теологи на ТОРМе. Нет, там и хороший был бюджет, там все было, все было хорошо и круто. За два месяца мы переписали, перелопатили сценарий и запустили. И они сняли этот лавэ. Это был первый мой опыт. Прикольно. На самом деле, мне всегда было интересно посмотреть, как это. Там снимался Горобченко. Вот. когда он прилетел, там такой гость, Саня, пожалуйста, будь на съемочной, потому что вдруг в какой-то момент он захочет что-то переделать, а нам надо срочно переделать диалог. Ну, все прошло, чики-пики, там все снялось и клево. То есть, я не скажу, что это какой-то киношедевр, там и так далее, но тот свой, какой-то небольшой вклад я сделал. Хотя, ну, хотелось бы, конечно, чем-нибудь такое. покреативно. а продолжить эту ситуацию? У нас же сейчас, ну, по ощущениям, там какие-то шевеления начали. Движения, да. Начали происходить в кинематографе. Ну, ты знаешь, вот, обращение есть, но когда будет уже более конкретно, там, сроки, да, грубо говоря, какие-то разговоры о гонорарах и так далее, почему нет? Можно посидеть. Но сейчас вот все основное свое время я посвящаю тому, что книга уже написана, я занимаюсь вычиткой. Я уже говорю это подряд, там, наверное, может быть, месяца три. Но это все такой процесс очень длительный, потому что каждое слово я там взвешиваю, мой перфекционизм не дает спокойно там отнестись. У меня есть, на самом деле, это не хвостоство, да, я просто объясню, насколько это не совсем просто. Но у меня есть заметка, которая состоит из четырех предложений. Я ее пишу уже полгода, вот клянусь. Она мне не кажется гладкой, понимаешь? Да, она мне не кажется. Ну, в смысле, я ее не пишу целыми днями, я ее бросил и положил. Через неделю возвращаюсь и думаю, что там, нет, не то. Вот она мне до сих пор не кажется. Есть, которые уже все, они вылиты, все это, это пуля, грубо говоря. Насколько наши сегодняшние компании, это вот архиважный вопрос. Готовы, готовы к открытым слушаниям. Вот, пришли на программу, все говорили, что это проплаченный сюжет, нифига он не проплачен, по-честному. То есть, пришли ребята с Билайна, сели люди from Билайна и начали отвечать на вопросы. Нормальные ребята пришли в майках, в кедах, без носок, сели и начали со мной стебать и говорить, ну, в общем-то, о серьезных вещах. Вот, сегодняшний бизнес готов прийти и на такие открытые слушания, потому что там в комментах напишут, что вы хуйню там эту... Да, да, Понимаешь? Правильный и мудрый руководитель, он понимает, что правильный и осторонный блок, он стоит круче, чем 100 тысяч сухих пресс-релизов. Согласись с этим, да? Согласен. Если руководитель дурак, ну, зачем тогда вообще с ним сотрудничать? Вот и все. Я считаю, что Елик Баев со своим твиттером для Меги делает больше, чем 20 билбордов, развешанных по городу. Абсолютная правда. Абсолютная. Согласен. Потому что мало того, что он твиттер... Хотя билборды тоже нужны, потому что не все в твиттере посетители Меги. Ну, их мало, да? Я считаю, хорошо поговорили. Клево поговорили, да. Я не знаю, Сань, все хорошо, а мы сейчас, я вот в преддверии вот этого интервью, я думаю, что хорошо, что по чесноку мы сейчас будем больше звать людей подобных тебе, которые просто сами по себе интересны. Понимаешь, здорово, что ты еще с интернетом законеченный, хотя это общая тенденция. Вот все говорят, вы сильно заморочились с интернетом, вы уже затрахали всех с интернетом, а я не виноват, что интересные люди на сегодняшний день входит в интернет, настолько уже завязанные сетью, что они уже прочухали эту тему и понимают, что за этим будущее. То есть это не ко мне, это не я их... Я выбираю интересных людей, стараюсь искать, а я не виноват, что они при этом в сети. И, Сань, тебе, знаешь, огромных творческих успехов Спасибо, братья прошу. Я уже сколько там, наверное, не первый год там, тебя знаю. Сколько лет, да, знаю. и тебе на этом пути желаю просто там силы, здоровья, да, и пускай там вот эти голоса, они не перестают быть слышимы тебе. Спасибо. Давай,